Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Начинается программа Климат-контроль В студии Олег Пекки, Константин Рангс Добрый день Добрый день За звукорежиссёрским пультом Евгений Копеин Мы сегодня поговорим о таком, наверное, интересном моменте Как использование электротранспорта в городских условиях Поскольку считается, что электротранспорт Пронсор будущего, который экологичен Который, в принципе, ориентирован уже в следующий век Но с какими трудностями может столкнуться городской житель обычный Приобретая вот этот электротранспорт Используя электротранспорт в городских условиях Ну, надо сказать, что вообще-то проявление электротранспорта Это дело ещё XIX века Как известно, первые трамваи, первые троллейбусы Они связаны с фамилией Сименс Известнейший немецкий изобретатель И вот троллейбус – это был действительно вариант трамвая Только трамвай – это тележка, которая ходила по рельсам А троллейбус – это был такой омнибус Который получал электроэнергию с проводов Которые стояли на столбах И надо заметить, что в 20-е и 30-е годы Прошлого века 20-го Троллейбус, в общем-то, считалось, что это Такой быстрый и эффективный способ Обеспечить общественный транспорт для жителей городов И причина очень проста Мы забываем, что добыча, переработка нефти И получение бензина или солярки Это, в общем-то, довольно-таки Даже не просто довольно-таки Это сложный технологический процесс Нигде месторождений бензина и соляра не существует Нефть – это не бензин Это очень сложная смесь углеводородов И её нужно обрабатывать, перерабатывать И, в принципе, как это может не показаться В наше время непривычным Но получить электричество для того, чтобы зарядить Аккумуляторы своей, так скажем, электрической тележки Технологически проще и сегодня, и 50 лет назад И 100 с лишним, 140 лет назад Чем получить вот этот самый бензин И этот бензин залить в бак своего автомобиля Или, допустим, там десолярку в бак автобуса Поэтому в известной мере возвращение сейчас К электрическому транспорту Это путь к упрощению вообще всей технологической цепочки И тут отдельный разговор Потому что это упрощение, оно в перспективе ожидает сокращение Большое сокращение рабочих мест Ну, просто потому что делать электрический транспорт проще И обслуживать его легче Вот мне пришлось посмотреть на документы Посвященные нормам обслуживания, например, троллейбуса Троллейбус – весьма такая деликатная машина Вы подумайте, ведь по большому счёту у неё два провода Вот подающий, принимающий Да, они находятся наверху Таким образом, всегда возникает задача Чтобы при посадке и высадке из троллейбуса Не получилось такой ситуации Чтобы человек оказался вот этим самым Заземляющим проводом на землю Чтобы электрический ток Не пошёл в землю через человека И надо сказать, там очень сложные, серьёзные требования По обслуживанию троллейбуса Хотя, с другой стороны, троллейбус обслуживать В известной мере по ходовой части И по двигательной части проще, чем, например, тот же самый автобус А все они проигрывают трамваю У трамвая с безопасностью проще Трамвай весь всегда заземлён Идеально заземлён через свои железные колёса И через свои рельсы Поэтому проблема, так скажем, удара электрического пассажира У трамвая не стоит И вообще трамвай людей перевозит больше Так скажем, в своём вагоне Всем бы хорош, одна проблема Рельсы прокладывать надо А вот на троллейбус, например Можно протянуть провода Например, даже по старым улицам Ведь не было же в своё время Троллейбусы не ходили Например, про Тербатас Улица сформировалась раньше, чем по ней пустили троллейбусы А можете себе представить Например, по той же самой Тербатас Трамвай бы собрались прокладывать И как бы это всё выглядело Поэтому надо сказать, что в настоящее время У градостроителей есть очень интересные такие взгляды С одной стороны и троллейбус хороший вид транспорта, экологичный А с другой стороны, возня с этими проводами Она как бы тоже не очень всех радует Поэтому и появляется альтернатива своеобразная Гибрид троллейбуса и автобуса под названием электробус Вот я в Петербурге его видел Ну ничего, красивая такая синенькая машина То есть, по сути дела, это что? Это автобус, только у которого вместо двигателя внутреннего сгорания У него электродвигатели, а электричество он, как говорится, возит с собой в виде аккумуляторов Тут, значит, задача такая, чтобы он по дороге не встал Но это для любой техники актуально Опять же с трамваями Трамваи же очень долгое время, линии трамвайные сокращались Однако сейчас обратили внимание на то, что, конечно, в центре города Трамвай может быть и не самый удобный вид транспорта Но если нужно связывать районы между собой, так скажем, за пределами исторического центра То трамвай даже очень хорош Потому что трамвай-то идет в основном-то по выделенной территории Ну, если не в центре А что это означает? Это означает, что он может разогнаться Трамвай очень неплохо может разогнаться Под сотню километров в час, если надо Ну, в зависимости от трамваев Потом трамвай за счет своей, так скажем, конструкции технологичной Его легко сделать, сравнительно легко сделать, низкопольным А это означает, что в него могут легко вкатиться люди на инвалидных колясках Мамы с колясками, да, груз какой-то нужно перевезти То есть, в этом смысле трамвай можно легко удлинить Вот есть один вагон, можно поставить два вагона Можно четыре вагона Самый большой, по-моему, длинный в мире трамвай 90 метров вообще Вот такая вот колбаса Электричка практически Практически электричка Мало того, трамвай может ходить по пути, который соответствует местной железнодорожной сети А это открывает новые возможности, трамвай легко поставить куда ему надо Его можно перегнать, используя железнодорожную сеть И мало того, можно использовать железнодорожную сеть для того, чтобы по ней носились трамваи А трамвай чем хорош? У него меньшая нагрузка на железную, ну, на путь-путь, да И поэтому, так скажем, эксплуатация этого пути удлиняется Рельсы нужно менять там и шпалы реже Вообще-то много чего можно найти интересного То есть сейчас к трамваю по всей Европе, не только и в Европе Стали относиться как раз к транспорту 21 века Потому что, посмотрите, современные трамваи Это уже не то, что было раньше, вот эти дребезжящие вагончики Это теперь уже, во всяком случае, трамваи, которые ходят в Риге Они выглядят гораздо комфортнее и современнее электричек, которые ездят в ту же самую Юрмалу И комфортнее, потому что вот именно с электричками уже, как говорится, не влезешь Когда их купят, привезут, это ещё вопрос А трамвай уже сейчас можно сесть здесь даже человеку на коляске И уехать куда-нибудь там на окраину города, погулять То есть вот эти вещи, они имеют очень большое значение Третий вариант – это общественный транспорт на электрической тяге И сейчас, собственно говоря, уже никто и не рассматривает транспорт на солярке Обыкновенный автобус, как транспорт даже ближайших двух десятилетий Он будет уходить, и нет никакого в нём смысла Вот ещё видите, какая интересная штука Транспорт, который городской, с ним технологически проще В него можно ставить большие батареи Для него, вот если это трамвайные, троллейбусные Для него делаются подстанции И совершенно понятно, что если в городе существует центр и несколько пригородов То всё время там будут перетекания народа между этими районами И всё, значит, маршруты будут стабильны Можно сделать вложения, которые будут окупаться десятилетиями А вот что касается личного транспорта Тут, как говорится, есть разные взгляды И один из них заключается в том, что нам нужно вообще подходить К изменению понятия личный автомобиль, личный транспорт Потому что посмотрите, что сейчас происходит В основе своей Вот, допустим, есть большая, ну не будем марки называть Но есть большая, хорошая машина С двигателем там 2,5 литра Седан такой большой, красивый, удобный Длиной там за 4 метра И в нём ездит один человек Причём ездит по городу И расстояние у него 10 км туда 10 обратно, да Сколько он места занимает Парковать его Но замените вы двигатель внутреннего сгорания на электромотор Ну, с одной стороны, вроде бы там нету выхлопа, вони нету, да Я уж не говорю, откуда берётся электричество Вот в городе меньше вони Никто спорить с этим не будет От этих двигателей Но он же всё равно Места-то занимает много И строить он будет Да много, потому что много материалов на него уходит А это не экологично, опять же А что нужно человеку? На другом полюсе Вот все говорят, эти скутеры Вот эти вот, даже не скутеры А вот эти вот маленькие эти электро... Самокаты Самокаты, да Но это, собственно говоря, тоже не транспорт И надо сказать, что против них выступают очень много кто И юристы Потому что их статус очень трудно определить С другой стороны, это специалисты по безопасности движения И не только потому, что на этого человека легко наехать Или он сам может наехать на пешехода Из-за маленьких колёсиков Достаточно какой-то небольшой выбойный И человек, который разогнался до скорости Больше двух десятков километров в час Он просто-напросто свернёт себе шею Или станет инвалидом Кто ему будет платить содержать? Государство? Общество? То есть, это тоже как бы не то Есть уже примерный размер Вот какой должен быть размер колёс И всё это начинается примерно с техники Которую мы называем мотороллер Вот знаменитая Веспа Ну, никуда не скажешь Это уже именно рицательная Вот такой мотороллер Сейчас уже такие есть Они продаются У них запас хода где-то там 68-100 километров Скорость они до 40 километров в час А у них есть номера И ездят они по дорогам общего пользования То есть, вещь достаточно практичная Самое интересное, что оттуда батареи Можно забрать с собой и унести домой Там на подзарядку Удобная Я пробовал на такой штуке ездить Никак А ничего, хорошо Хорошо Вот кататься на ней хорошо И особенно в хорошую погоду Вот как погода портится Сразу начинаешь понимать Что чего-то не хватает То есть, для развлечения В летом, в хорошем климате Это самое то И надо думать, что они свою нишу Не случайно вот в южных странах Занимают всё больше и больше А с другой стороны Вот большого груза В магазин на нём Ну, поедешь, сколько ты там Пару бутылок взять Или какие-то пакеты, да Мелкие Ну, максимум рюкзак получается Ну, рюкзак положить То есть, не очень практично А если нужно поехать, допустим Что-нибудь серьёзное купить Ну, хотя бы там вот этот Трепетельки или граммовый Пакет картошки Там ещё что-то В общем, короче говоря Выходишь с двумя-тремя супками То есть, нужен какой-никакой багажник И вот тут-то возникает следующий вопрос Или, допустим, ребёнка ещё нужно отвезти В школу или кого-то Или, допустим, двум супругам отправиться И вот тут появляются машины Которые можно назвать такими Электротележками Которые тоже начинают привлекать внимание С одной стороны, они достаточно дёшевы И в, скажем, и при покупке И при эксплуатации А с другой стороны, они практичнее В каком смысле? В том смысле, что это всё-таки кабина Это можно ездить в дождь Кабина В известной мере Вот опыт таких автомобилей, как вот Smart Показал, что при правильной расчёте корпуса Можно фактически этот корпус сделать Как своего рода капсулу безопасности Ну, для тех, кто находится внутри Поэтому, в принципе, эта штука может не бояться Переворачивания и даже удара Потому что, как говорится, благодаря закону сохранения импульса Её, скорее всего, отбросит А не сомнёт Таким образом, находящиеся внутри пассажиров Могут, в общем-то, пережить этот удар Даже с более крупным транспортным средством То есть, это защита человека И, о чём мы говорили Туда можно много чего засунуть Вот именно из магазина Холодильник не отвезёшь А вот пакеты вполне можно И вот эти машины Они начинают, как бы, привлекать интерес Уже даже в странах, так скажем Более прохладным климатом Я имею в виду Скандинавию Британию, Ирландию В Соединённых Штатах, в Канаде Появляется интерес И, конечно... Электрические, да? Это именно электрические Нет, надо сказать, что такие маленькие Это тоже Они хороши тем, что у них очень маленький Расход топлива Но тут электрические Которые можно легко парковаться Они маленькие Они могут парковаться поперёк То есть, они меньше По длине, чем ширина Современного парковочного места То есть, вы остановитесь Условно говоря, три таких машинки Могут встать там, где встанет Машина одна Стандартная Боком к тротуару Поэтому, собственно говоря На них тоже обращают внимание И инженеры сейчас всё время Разрабатывают новые и новые варианты Идея должна быть В том заключается Что это должна быть Крайне простая машина Как в управлении Так и в обслуживании То есть, получается, что Появляется такое Разнообразие транспорта Есть ещё один момент Который может здорово повлиять На то, каким будет Электрический рынок Личного транспорта Это цена на электроэнергию Ведь до сих пор Шло такое явное Или неявное Спонсирование Электричества Которое шло На зарядку Автотранспорта Но как только Оно в Европе уже Начинает исчезать То выясняется Что зарядить Электромобили В пересчёте На километраж пробега Получается Иногда уже Дешевле Бензином Или соляром А не электричеством И вот про это Уже есть публикации Которые сравнивают Одноклассные машины И получается Что А где же Это самая Обещанная Электрическая выгода Мало того Ведь смотрите Мы не нужно забывать Что бензин И вообще Всё жидкое топливо Обложено акцизами Вот хорошо Вы спросите Министра экономики Как он предполагает В дальнейшем Облагать акцизом Электричество Потому что Если вы У вас меньше Заправляются Бензином То у вас уменьшается Доходная часть За счёт Вот этих акцизов А акцизы на топливо Как известно Составляют Очень большую часть От стоимости Вот этого литра Условного Жидкого топлива Откуда взять деньги Логично Обложить акцизом Электрозарядку Но с другой стороны Это касается Только зарядки Электромобилей Или они могут заряжаться Хитрые умельцы Могут заряжать Аккумуляторы У себя дома Знаете Природу Это ведь Это можно Там Законодателей Обдурить Потому что Как говорится Мы глупее Природы Будем говорить Откровенно Дело всё в том Что Вы можете Заряжать дома Но дело всё в том Что тогда Вы заряжать Будете Долгие часы А когда Допустим Вы ездите Вам В общем-то Вы же не будете Останавливаться Около заправки Чтобы Где-нибудь Вытащить И там Подзарядиться Обыкновенной Из обыкновенной Сети Но стоять 5-6-7 часов Не то Это только если На ночь Где-то А сейчас Все стремятся Заряжаться Как можно быстрее Но там Высоковольтная Зарядка И получается Что если Обложить Акцизом Не само электричество Как таковое А вот эти Высоковольтные Зарядки То есть Электричество Высоковольтной Быстрой зарядки Будет стоить дороже Чем электричество Которое ты получаешь Дома В квартире Тут же ещё Интересная вещь Какая Когда радостно Говорят о том Что Вот у меня Такой умный дом Я уже очень мало Получаю электричество Это же о чём Говорит Это говорит о том Что вы используете Маломощную технику Лампы Энергосберегающие То есть Всё это позволяет Вам поставлять Меньше электричества Поставлять вам Электричество Меньше А цены Могут отнюдь и не падать То есть Выгода Для поставщика Электроэнергии Будет Даже увеличиваться И нужно же понимать Что люди будут Производить электричество Не ради Общественного Условного блага Или Например Из альтруизма Люди Производят Электроэнергию Чтобы её продать И получить прибыль Так Возникает вопрос А почему же Должны люди Производить Электричество На волне спроса И отдавать его Что за даром Нет конечно Естественно Что будет идти Система Перераспределения Ну не хочешь Покупать электричество Ищи Где заправиться Бензином Вот если начнётся Так скажем Перераспределение Процентной доли Электротранспорта И бензинового транспорта Поэтому Сейчас вот как раз Уже появились материалы Я как раз и беседовал С специалистами Которые говорили Что Ну вот надо Очень внимательно Следить за тем Как будет меняться Динамика Эцен А сейчас вообще Последний Смотрите С историей С этим коронавирусом Вот это привело К ослаблению Экономической активности И к падению Цен на нефть Цены на нефть падают Мировые Падают цены на топливо Уменьшилось потребление Тёплая зима В Европе И не только в Европе Большей части Вплоть до Урала Так скажем Большая Европа То получилось Что И не нужно Столько много Топлива Например Топочный мазут Оказался в переизбытке Раньше Что ему могло И не хватать Теперь он в переизбытке Таким образом Цены ещё ниже Опускаются А раз Падают цены На Так скажем Конвенциональное Обычное топливо То естественно Возникает вопрос А почему Должны стоять На месте Цены на электричество Вот тут-то Как раз Владельцы Гибридных Машин Оказываются В положении Когда они могут Поиграть Либо так зарядиться Либо купить Дешёвого бензинчика Да И об этом тоже Идёт разговор О том Что Мы находимся В той ситуации Когда нету Ярко выраженных Вот этих Тенденций И вот эта история С коронавирусом Она как раз И говорит о том Что Ладно Коронавирус Да Конечно Очень печально Что уже Почти 600 человек Умерло Но Например В последние годы От вируса гриппа Каждый год Умирало Чуть ли не в тысячу раз больше До 600-700 тысяч человек По всей планете И вот тут-то Возникает Следующий вопрос Если Этот коронавирус Это первая ласточка И могут появиться Другие Вирусы Мутанты То Нужно отдавать себе Отчёт Что Наша экономика Как вот опыт Коронавируса Сейчас показывает Что она Очень легко Может Уходить В пике Даже При случае Сравнительно Вот сравнительно Не опасной Инфекции Это вообще Отдельная тема Влияние Вот этого Настроения Общества В общем-то Сейчас Переживает Такую Прививку Вот И в том числе Экономика И в том числе Энергетика Потому что Действительно Цены Падают Снижаются Потому что Уменьшается Производство Во что это Выльется Конечно Сейчас Мы ничего Не скажем Да Вот Это никто Не знает Но Тенденция Уже Очень Характерна И может Получиться Что Допустим Приобретение Бензина Станет Все-таки Более выгодным Более выгодным Ну и Вот Возвращаясь Может быть К этим Смарт Электромобилям Насколько Все-таки Будет Удобно Ими пользоваться Насколько Учитывая Их Ну все-таки Относительную Такую Небезопасность Смогут ли они Разгоняться До каких-то Больших скоростей Насколько Это будет Ну не опасно Для пассажиров И водителей Насколько Например Они могут Передвигаться На длительные Расстояния Большие Уже сейчас Существует Автотранспорт На который Ставится знак Такой Характерный С обрезанными Уголками Это я просто говорю Тем кто не является Водителем Водители знают Этот знак Который ставится На тракторную технику И одновременно Он ставится На такие Как бы Недоавтомобильчики Такие Маленькие Я не помню Какое у них Ограничение По мощности По скорости По моему 40 км в час Этот транспорт Не имеет права Ездить по Загородным дорогам Эти автомобильчики Я хочу сказать Что в Северной Европе Идет дискуссия О том Чтобы Дать Снизить срок Прав на вождение Этих автомобилей По моему До 15 лет Как на мопеды А с другой стороны Говорят Что это транспорт На который могут Пересесть пожилые водители Потому что Известно Большое количество Есть аварий Связанных с пожилыми водителями Пожилой водитель Который едет На транспорте Со скоростью 90-100 км в час Чисто физиологически Его реакция Зрение Оценка ситуации Она Не настолько Хороша Именно для Этой скорости А вот на скорости 40 км в час Он еще Вполне Себя Устойчиво Чувствует Но именно В таком машине Во-первых Вы знаете Заранее О том Что едет Человек Как скажем С ограничением Возможности К управлению А с другой стороны Задача Стоит Еще в том Что Этот человек Этот транспорт Он Сам по себе Представляет Не только для себя Но и для других Меньшую опасность Поэтому Вот сейчас Я знаю В Финляндии Ведутся дискуссионные работы По этому поводу Есть Как скажем Есть кто За выступает Кто против Но эта тема Она сейчас На острее внимания Да Есть у нас звонок Здравствуйте Добрый день Добрый день Вот нам все время Говорят Что дома У нас Это всякая Новая техника Большое излучение Очень вредно И тому подобное А вот эти Вот электромобильчики Потом Заправки Тоже будут На дорогах Скажите А тут Где гарантия Что их излучения Не будет Я просто Как обыватель Спрашиваю Я не знаю Правда или нет Но вопрос У меня возник Спасибо Насколько безопасно Для обучения Слушайте Мы живем В электрическом мире По большому счету Человек тоже Электрическая машина Сердце бьется Потому что Идут электрические Импульсы Могу сказать Даже более того Когда гроза И сверкают молнии То мало того Что образуются Мощнейшие Электромагнитные Всхлипывания Такие Которые Очень легко Чувствуются Обыкновенными Приемниками В помехе Слышанного Время грозы Излучается Еще и Так называемое Гамма-излучение Как вот При радиоактивных То есть На самом деле Мы там В общем-то Живем В довольно Таком Напряженном Мере Когда вы Походите По кровру В шерстяных Тапочках Потом бьется Вы накапливаете На себе Статическое Электричество То есть С электричеством Мы Общаемся Постоянно Вопрос другой Что боятся Боятся люди Например Микроволновых Печей Потому что Они Излучают И они Нагревают Продукты Естественно Человек Боится Чтобы Микроволновка Его Не сварила Ну Тут Естественно Вопрос Вообще Стараются Конструктивно Чтобы Микроволновка Не могла Это сделать Поэтому Там Окошечки Такие Сеточки Сделаны Которые Экранируют Излучение Но В принципе Есть еще один Вариант Можно Конечно же Попытаться И Сломать Микроволновку Чтобы она Так скажем Работала Без этой Крышки Спереди Да Есть Такие Экспериментаторы Они Как говорится Получили Свои Проблемы Свои Ожоги Но Ведь Обыкновенная Плита Тоже Опасная Вещь То есть В известной Мире Электричество Оно Оно Очень Понятно Вот это Очень Его Сильная Сторона Электричество Понятно Понятно Как Им Пользоваться Оно Требует К себе Уважения Но Само По себе Электричество Это Составная Часть Окружающего Нас Мира Поэтому Говорят Что Собственно Говоря Когда Нам Нужно Электричество Его Нужно Только Научиться Брать Из Окружающей Среды Те же Солнечные Батареи Которые Преобразуют Солнечный Свет В Электричество Или Ветряк То есть Я бы Сказал Так Что Нет Какой-то Проблемы В Электричестве Есть Проблема В том Сколько Оно Будет Стоить По Сравнению С теми Видами Топлива Которыми Мы За последний Век За 20 Век Очень Хорошо Привыкли И Сейчас Вот Как бы Резюмируя Можно сказать Что Я так Думаю Что В этом Году Обязательно Появятся Какие-то И новые Инженерные Решения И новые Инициативы И нужно Быть Уверенным Что Уж По крайней Мере В Европейском Союзе Нам Придется Воленс Ноленс Хочешь Не Хочешь Учитывать То Что Жизнь Вокруг Нас Будет Меняться Мы Находимся Не в той Стране Которая Принимает Решения За весь Евросоюз А то Что происходит В этих Странах Например В той же Самой Германии Показывает Что они Выбрали Своё Направление Развития И нам Останется Только Найти Способ Как-то С наименьшими Потерями В эту Самую Систему Встроиться Константин Рангс И программа Климат Контроль Спасибо И до Новой Встречи В следующую Пятницу